В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Случаи похищения детей в нашей стране учащаются. Какими способами совершаются эти преступления и как уберечь своих детей от подобных ситуаций? Сегодня мы поговорим об этом с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права Национального университета Одесской юридической академии Федоровым Владимиром Николаевичем. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Расскажите нам, есть ли факты сегодня похищения детей в Украине и насколько их становится больше, чем раньше? До начала так называемых лихих 90-х годов о том, что такая проблема где-то существует, мы знали только по зарубежным западным фильмам, либо по индийским фильмам, в которых злодеи похищали детей, судей и прокуроров, с тем, чтобы сделать из них преступников. Сейчас ситуация значительно изменилась, преступления стали реальностью. Если сказать хотя бы о том, что появилась специальная передача, служба розыска детей, которая выходит два раза в неделю на одном из центральных каналов, это уже о чем-то говорит, значит есть проблема. Что говорит статистика? Ну, сразу говорю, что по статистике мы можем говорить только о тех случаях похищения детей, когда за них требуют выкуп и когда родители об этом сообщают. Далеко это не всегда происходит. А вот часто ли боятся родители сообщать об этом в правоохранительные органы, и статистика умалчивает такие случаи? Да, довольно часто это, если происходит, родители, если имеют возможность заплатить, они понимают, что преступники им угрожают, что в случае контакта с полицией ребенок может погибнуть, поэтому они, если они имеют надлежащую сумму, они не обращаются. Об этом, кстати, еще когда существовало управление по борьбе с организованной преступностью, были такие факты, они говорили так, да, мы можем заниматься, мы будем делать все, чтобы было хорошо, но мы ничего не гарантируем. Поэтому жизнь ребенка самая дорогая, если человек имел возможность с помощью денежных средств решить эту проблему, делалось это именно так. Поэтому сказать, сколько было фактов отказа, сколько было фактов необращения, очень сложно, поскольку это преступление носит, когда речь идет о похищении с целью выкупа, скрыт или, как говорят криминологи, латентный характер, потому что, увы, родителям не всегда выгодно сообщать об этом, потому что преступники могут принять ответные меры. Если обратиться к статистике, я прошу прощения, или обратиться к статистике, только за этот год произошло более, по Украине произошло более 100 случаев похищения детей. Из них удалось вернуть 90. Причем удалось вернуть, так сказать, не всегда живых, просто иногда найти, так сказать, убитого ребенка или еще какая-то ситуация. То есть статистика не в пользу этого события, поскольку это достаточно опасная операция в оперативном отношении со стороны полиции. Потому что по зарубежным фильмам, о которых я говорил, там прямо сценарий есть ограбления, те западные фильмы еще 50-60-х годов, когда это было распространено, на Западе, когда за это не так наказывали, там прямо расписано все до мелочей. Как надо украсть, что надо сообщить родителям об этом, назвать сумму, предупредить о том, чтобы не связывались они с полицией, записать на монитофон плач ребенка, который говорит о том, помогите мне плохо, спасите меня. И вот несколько раз, если запись такую крутишь по телефону, ты передаешь родителям, естественно, родители становятся более сговорчивы. Какая же в Одессе ситуация, если сравнить в целом по Украине, как много случаев в нашей области? Я по Одессе не брал отдельную ситуацию, поскольку она, в общем-то, отдельно не выделяется, по статистике я ее не владею, но по Украине я вам привел данные, что 100 случаев это столько с начала года, это достаточно много. Но больше, чем в прошлом году? Да, немного больше, на несколько процентов, но в чем изменилась ситуация? Изменилась ситуация в тем, что немножко преступники меняют способ совершения преступления. И какими же способами? Если раньше, допустим, ребенок похищался с помощью какого-то взрослого человека, сейчас подсылается ребенок, вроде бы такого же возраста, говорит о том, что вот надо посмотреть какого-то зверька, который там родился, или мама заболела, надо идти. Дети... Через соцсети, наверное, часто... Ну, через соцсети ребенка не крадут с улицы, просто там идут контакты с родителями, но дети посылают небольших своих свестников для того, чтобы как-то выманить, для того, чтобы уйти от той зоны, где находится посторонний, чтобы ребенок смог уйти, а потом уже вести переговоры с родителями. Достаточно этой стрессовой ситуации или родителей, или ребенка, как вы понимаете. Ну, это все наша жизнь, учитывая сколько сейчас количества педофилов, наркоманов, психически больных, прочих и прочих людей. Это кроме всего прочего, кроме тех ситуаций, когда люди похищаются, дети похищаются для выкупа. Ну, недавно были случаи, что и вот 18-летнюю девушку похитили, автомобиль остановился, буквально в переулке, ну, за руки, за ноги схватили и увезли. Вот таких случаев тоже, когда не заманивают, а когда просто неожиданно. Физически, да. Я просто остановился на возрасте до 14 лет, так называемые малолетние дети, они наиболее незащищенные. Как же их уберечь? Как же, как родителям себя вести, чтобы уберечь детей от таких подобных ситуаций, похищений? Ну, во-первых, разберем, поговорим о категории. Речь идет о так называемых грудничках, которые в коляске. Эту коляску лучше не оставлять ни на секунду. Не доверяя даже каким-то бабушкам, которые случайно там находятся, потому что преступники захотят украсть, бабушка это ничем не поможет. Да, она будет кричать, но оказать активное сопротивление преступникам она не может. Просто не оставлять детей без присмотра. Это самое простое правило, которое касается так называемых грудничков. Потому что были случаи, похищали вместе с колясками, были случаи, отец похитил своего ребенка после развода с матерью. Но это уже немножко другая ситуация, это уже более семейный... Да, семейный, но это закончилось. Когда дело касается вне семьи, посторонние, когда вмешиваются... Посторонние вмешиваются, просто берут коляску, делают там, я папа, я мама, берут и уводят. Это касается грудничковых детей, которые на коляске. Здесь дети никаким образом не несут ответственность. А вот те, что дети уже постарше, которых уже выпускают, родители просто погулять во двор... Ну, вы, наверное, заметили, что сейчас, вот скажем, для детей среднего и младшего, старшего, школьного возраста, трудно увидеть девочек, которые гуляют по улицам сами. Мальчик еще бывает есть, девочки нет. С ними, так сказать, с ним более строгий контроль нужен, потому что есть разные, так сказать, извращенцы, которые могут все что угодно. Что еще появилось? Появилась новая тенденция, что зачастую в этих похищениях участвуют либо родственники, либо знакомые. То есть ребенок доверяет, ребенок идет, естественно, сопротивление не оказывает. Был очень такой дикий случай несколько месяцев назад в одном из районов Украины. Пришел к своей племяннице мужчина, дядя этого ребенка, который незадолго до этого возвратился, как говорится, из мест не столь отдаленных, увел этого ребенка в сторону, завел все тут, в конец целого изнасиловал, убил, это родной дядя. То есть, что еще говорить, если так родственники поступают, то есть опасность существует. Я еще раз повторяю, сейчас очень много людей с больной психикой. Какая же существует уголовная ответственность за похищение детей, и что по закону включает? Я еще перед этим не закончил, извините, вопрос, что касается, как вы говорите, если идея еще идет о более старших детях, которые гуляются сами или в компании, то зарубежные эксперты дают несколько советов. Во-первых, никогда не уходить никуда, ни по каким причинам. Если надо, чтобы мама или кто-то столрочно позвал, ребенок должен узнать пароль. Это может быть название игрушки, это может быть название какого-то друга. То есть, приходит человек посторонний и говорит, что надо куда-то идти, ребенок должен прежде всего спросить пароль. Был в Одессе случай, когда подошел такой же человек, подросток, причем, к мальчику, чуть младше по возрасту, тоже попытался его куда-то увезти, он говорит, я сейчас позвоню маме. Достал свой телефон, только когда увидел, что он делает звонок к маме, он убежал. То есть, была попытка, но мальчик сработал и не дал себя увезти. То есть, нужно общаться с детьми, во-первых, это самый главный, наверное, способ уберечь, предупреждать о таких ситуациях. Это такой вывод можно сделать. А вот все-таки, какая существует уголовная ответственность? И как по закону, ну, может человек ответить, который попытается таким образом похитить ребенка? Ну, норма, которая предусматривает ответственность за похищение детей, она была принята в уголовном кодексе более 50 лет назад. У нас тогда не было этих явлений, поэтому она себя оправдывала. Сейчас получилось так, что даже если ребенок похищается с применением насилия, то есть, его там оглушают ударами немножко придушили, если ему вводят сильнодействующее вещество, если него связывают, если против ребенка применяют оружие, несмотря на все вот эти вот факты, которые несомненно отягчают ответственность, больше пяти лет назначить наказание нельзя за это преступление, максимальная санкция до пяти лет. Это по статье 146 Уголовного кодекса Украины, правильно? по части 2, если не наступает смерть, значит, там до пяти лет лишения свободы. То есть, получается, это преступление больше наказуемо, чем самая простая квартирная кража. Причем, назначив наказание, все преступники знают, что это отнюдь не будет соответственно отбываться в полном объеме. Даже без закона Савченко, если он проведет год в СИЗО, это за счет саймов срок отбывания наказания. Дальше, есть такое понятие условно-досрочное освобождение. После отбытия полусрока, половины срока, в местах лишения свободы, он опять же отпускается. То есть, если реально мы назначим 5,5 лет лишения свободы, где-то 2,5 года максимум лицо окажется в местах лишения свободы, а потом его отпускают. Но почему же такой маленький срок? И каким образом можно пересмотреть в сторону увеличения? Потому что это действительно серьезное правонарушение, которое, по крайней мере, должны бояться люди, которые наедут. В зарубежных странах подняли максимальный срок наказания некоторых стран за 20 лет, некоторых до 50, до пожизненного лишения свободы. Это надо сделать, но очевидно у законодателей пока что руки не доходят. А какие наказания за педофилию на сегодняшний день в Украине? отдельные преступления за развратные действия в отношении с... И как доказать, где грань от похищения и от того, в каких условиях содержат ребенка в момент похищения? Ну, наказание за совершение развратных действий нишинолетних, там большие наказания, но дело в том, что ребенок, если остается в этой ситуации живой, он травмирован на всю жизнь. Это очень сложно. В Одессе был когда-то, сказали, как он содержался, этот ребенок, похищенный. Лет 20 назад сверстник похитил своего чуть младшего соседа, закрыл его, требовал родителей, припевшего деньги. Он держал очень долго, вел эти переговоры и получилось так, что ребенок был связан, было холодно и вот этот небольшой ребенок умер. Поэтому очень важно, где этот человек содержится, на какой срок. Тут уже вопрос более моральный, когда поступает звонок с требованием о выкупе за ребенка и родители стоят перед выбором сообщать в правоохранительные органы и поставить скажем так, они станут в очень сложную ситуацию. Они могут под угрозу поставить жизнь ребенка. Как поступать в такой ситуации? Здесь я уже говорил, что это все-таки право выбора родителей. Если есть материальные средства заплатить это, есть гарантии, еще одно слово, гарантии, чтобы ребенка вернули. Какие гарантии можно? Это очень сложно, потому что правила диктофонную запись. Да, по диктофонную запись несколько раз передается сообщение мне плохо, помочь детям. Может нужно потребовать услышать голос ребенка и задать ему несколько вопросов, чтобы это было... И такое можно, да пока ребенок приедет, еще может все измениться. К сожалению... Условия ведь диктуют... Диктуют они, да. Дело в том, что на Западе были случаи, когда родители платили соответствующую сумму, а тем не менее ребенка не получали. И очень часто это было. Потому что ребенок, общаясь с теми, кого он задержал, видел их лица, все те боялись этого. Поэтому, извините, ребенок не всегда возвращался живой. Это очень сложный вопрос. Насколько результативно себя в таких ситуациях показывают правоохранители? Если им сообщается такая информация о выкупе, о том, что проводится операция выкупа, насколько они могут как бы так сказать операцию подстроить, потому что бы в момент выкупа задержать похитителя. и насколько такие операции оправданы на сегодняшний день в нашей стране? И насколько это безопасно для жизни ребенка? Насчет безопасной я сразу же говорю небезопасно, потому что преступники меняют и сумму выкупа, меняют место передачи, ставят такие условия, где они всегда могут проверить. Скажем, на место передачи выезжает совершенно посторонний человек с суммы, бомж, который вообще ничего не знает. Ему говорят, подойдешь там к столу, тебе там подадут, что-то передадут, мы тебе заплатим. Он к этой группе вообще отношения не имеет. Это способ проверки. Может быть, меченые деньги должны быть? Это меченые деньги, когда их возьмешь. Вот такой ситуации, кого-то поцелавится. После этого, может быть, может предусмотреть слежку, допустим, за... Это все сложно, это в кинофильмах, и теоретически все это делается, но... Главное, чтобы ребенок... Чтобы ребенок... Чтобы ребенок спасти, а задержание уже после. То есть... Здесь очень сложно, они иногда обманывают. Ребенка уже давно нет, он как-то вот умер, так получилось, будем так говорить. Они ведут еще переговоры и набегают новые условия, и ничего сделать нельзя. А потом кого-то, мальчишку ловят, маленького бомбажа, в одежду, скажем, этого подростка одевают, и вот говорят, вот деньги, вот ваш ребенок там стоит возле столба. И берут деньги, те идут к этому человеку, к мальчику, а он в одежде ребенка своего, на ребенка нет. И после этого следы теряется. Там очень разработана схема. К сожалению, наши фильмы, детективные фильмы, во многих ситуациях дают сценарий совершения преступления. Вот когда речь идет о похищении людей, очень доскональные сценарии, которые исключают действия полиции. Ну, про нашу полицию проблемы вы знаете сейчас, тоже сложно. И даже в лучшие времена, я вам говорил, общаясь с ребятами, суббоб, когда существовало, там были профессионалы, там было оснащение, 100% гарантии мы не даем. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию и подняли такую... Очень страшно, что такая тенденция повышается, количество таких случаев в нашей стране и предупреждаем всех родителей более внимательно следить и уберегать детей от похищения. Сегодня у нас в гостях кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Национального университета Одесской юридической академии Федоров Владимир Николаевич. Еще раз спасибо. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» «Студия Репортер» «Студия Репортер»